приветствую всех на канале сегодня у нас на обзоре такой вот аккумуляторный опрыскиватель виде ранца вставляется в такой коробке рассказывать для чего нужны опрыскиватели я вам не буду все сами прекрасно понимаете это садоводы огородники говорится уход за насекомыми чей против насекомых они за всяких вредителей сейчас распакуем посмотрим все внимательно ну и конечно возможности если получится по традиции разберем начинаем распаковку обычно хороший картон плотненький руководство по эксплуатации коробочка зарядное устройство позже посмотрим трубка распылительная хорошая серьезная а и все ничего больше нету сюда встанешь да в целом даже распаковывать и нечего можно сказать готов к работе аккумулятор у нас встроенный уже заряжен он поработает и не знаю слышно не слышно будет на камеру сейчас к микрофону будем надеяться что он слышали так ремень с наплечником даже давление какое-то нагнулось это ладно так трубка ну в целом все вот и вся распаковка все просто давайте внимательно сейчас посмотрим инструкция по эксплуатации да руководство по эксплуатации комплект комплект поставки опрыскиватель аккумулятор телескопическая штанга с ручкой зарядное устройство и руководство по эксплуатации все все есть ну и тут технические характеристики так тогда пробежимся по техническим характеристикам объем бака 5 литров я считаю вообще идеал для обычных садоводов максимальное давление бар 2 производительность опрыскиватель литров в минуту пол литра в минуту тип аккумулятора литий-ионный напряжение аккумулятора 12 вольт емкость аккумулятора 2 ампер часа время работы одной зарядки аккумулятора до 6 часов офигеть это до 6 часов это грубо если у вас дача там нету электричества ну вот ничего но дома зарядили и поехали на дачу даже если электричества нет вам 6 часов это грубо до 6 часов и значит непрерывной работы да на день вот так вот хватит уполиваться там опрыскиваться можно и себя и соседей и вообще все что надо и не надо опрыскать так напряжение питания зарядного устройства 230 вольт выходное напряжение зарядного устройства 12,6 номинальный ток зарядки 1 ампер температура эксплуатации от плюс 5 до плюс 40 градусов максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 градусов не забываем об этом так длина шланга 1,2 метра в целом то больше и не надо уже принцип то не ранца как вот как сумка на плечо он там или так или так на плечо и поэтому основной то в руках тут далеко и не надо шланг длина штанги минимум максимум от ручки 38-63 сантиметра штанга где-то она должна наверно ослабляться фиксируется так вот наконечник распыления а вот да ослабляется затягивается видно было на камеру вот полностью выдвинутая давайте уж сразу накрутим так вот вот в руке держите кнопка подачи ну все и ходите опрыскиваете если сильно длину не надо сдвинули опрыскали так ладно ну трубка хорошая толстая вот у меня был обзор на опрыскиватель такой дешевенький простенький работает но там трубочки прям вот на грани фольги были такие тоненькие а здесь прям вот прям серьезная трубка она не такая нет ее сломать будет тяжело вот она за все прям конкретно ломать а тут мне кажется если уронить только сломается вот наконечник металл полностью там пластика все было по-серьезному все уже резинка уплотнительная чтоб не протекала вот этот закручивается этот угол распылано регулировать это мы в тесте все проверим так но в целом стандартная инструкция руководство по эксплуатации все подробно написано как заливать как заряжать в конце по классике у Дензела этот гарантийный талон срок гарантии написано 36 месяцев на коробке сколько на три года все верно три года гарантии они видно по-серьезному сделано так сколько время зарядки интересно после пола вот сейчас давайте даже процитирую процитирую вам подключите зарядное устройство в отверстие на корпусе опрыскивателя затем ставьте вилку в аккумулятор от аккумулятора в розетку электрической сети с параметрами 230 вольт время зарядки аккумулятора после использования составляет около пяти часов ну один ампер ток зарядки блок питания слабенький в целом там мой он мощный и не нужен это же не смартфон какой-то там разрядился бегом-бегом и надо заново зарядить так ну сколько по эксплуатации все понятно зарядное устройство размер ну как как полтора на спичечного коробка ну и по толщине как два коробка очень компактная маленького устройства зарядная бисе 5 только для литий-ионных батарей двенадцать шесть вольт один ампер api 20 все больше ничего информации нету зарядка подключается вот сюда колпачок защитный резиновый чтобы грязь не забивалась влага вода все ставили дальше заряжаем так остался вопрос другой инструкцию и смотрим как тебя заправлять открывать что-то было нарисован так скройте верхнюю часть и залейте жидкость в бак а там пробка нарисована просто вращаем все просто насосик шланчик 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 странно снизу зубушка стоит резиновая что то есть в баке так скажем бонус а ну вот оно почему заглушка стоит думаю как так то откуда забор то будет вот если на конце заглушки это остатки производства колечка отсюда отрезали ну после отливки и она там внутри валяется так так сейчас вам покажу вот эту штуковину да вот она колпачок сеточка это снимаем колпачок сеточку одеваем все все отлично все работает бак бак тут не резьба такая завинчивать до конца а пол оборота а ну вот она даже инструкция под крышки перед первым использованием удалите заглушку на конце всасывающим всасывающего патрубка и установите фильтр ну вот даже говорю надо просто читать инструкцию а не листья сначала так ну что тут в целом все понятно здесь такая рельефная наклеечка не совсем аккуратненько наклеена но как говорится ни на что не влияет так и вот здесь вот с обратной стороны стандартно вообще как у продукции Denzel вот эта информационная наклейка такая коротко аккумуляторный опрыскиватель там объем бака 5 литров там тыры-пыры ну такие краткие характеристики написаны ну и дальше там серийный номер дата производства август 2003 года ну и модель D5LI артикул 64790 так вот и все закрылась кубочка вошла закрылась ну все в целом все показал рассказал теперь сейчас попробую сделать разборку ничего сложного 6 винтов я вижу сейчас разберу посмотрим внутри что там да как как устроено из каких компонентов идем дальше разобрал аппарат к сожалению так получилось видео не записалось прямо сам момент разборки ну как я и говорил тут ничего сложного 6 винтов и все устройство очень простое прям подать есть выражение я иногда часто говорю кто мои обзоры смотрит просто до безобразия вот здесь вообще ничего лишнего нету шланг выходящий входящая трубка подачи и все это вот на насос небольшой электромоторчик стоит помпочка и все как говорится с этого шланга жидкость забралась сюда подалась знаете напоминает своими объемом размером как вот в автомобиле и в бачках омывателей такие маленькие насосики стоят вот принцип вот все то же самое простое но при этом вот на шлангах такие хорошие эти самозажимные хомуты стоят вот три штуки раз два три так мотор имеет маркировку вообще очень хорошо ватерпамп ТБ 37 0 СГ 27 12 вольт ДЦ 12 вольт дата производства 23 07 25 что тут еще из интересного вам показать аккумулятор набран из трех банок по 3,7 вольта каждый сумме получаем 11 1 вольт выходное напряжение ну плюс-минус 12 вольт как получить из 3,7 ну вот только тремя банками маркировка тут простая но это возможно просто как скажем обозначение это не производитель банок на самих банках должно быть написано а банки они запаяны в термоусадку так скажем в общую еще термоусадку поэтому вскрывать туда лезти к самим банкам как бы смысла не вижу так дальше микрик включение силиконовом чехольчике закрытый чтобы ни грязь ни влага его не замарали чтобы он как говорится долго и правдой отработал свой век тут зарядка разъем тоже два провода тут даже кабель менеджмента такого то нету тут все по простому скрутки даже их не скрутки называют они этот провода вставляют вот такие специальные вот есть обжимки они как бы колпачок обжимка его просто на провода на контакты обжимают плоскогубцами обжали и все они зафиксировались и колпачок как бы как изоляция идет и плюс провода сами обжимаются поэтому тут система проще некуда маленькая есть плата индикация заряда аккумулятора на крышке вот здесь видели с лицевой стороны три отверстия есть ну мы сейчас перетестировали я подключу посмотрим как оно работает во время зарядки вне зарядки как эти лампочки горят все тоже тут два проводка к этой плате три индикатора заряда в целом вы будете понимать как надолго хватает сколько заряда осталось и сколько надо подзарядить ну вот реально тут честно показывать нечего все простенько все сделано но при этом аккуратно и из положительного скажу что все контакты заизолированы такой термоусадкой помимо помимо то что они как-то общелкнутые то они еще и на термоусадке на изоляции здесь термоусадка на разъеме зарядки здесь на кнопки силиконовые мягенькие колпачки изоляционные знаете вот я вам сразу скажу это не шарпотреб китайский дешевый тут как бы вот это все вот это вся вот эта изоляция дополнительно все это стоит денег когда хотят какую-нибудь фигню сморозить сделать дешево и сердито то этого никто не заморачивается с этой дополнительной изоляцией но в целом больше тут показывать нечего все все просто сейчас все собираю проверим как идет зарядка как индикаторы показывают все и дальше тестирование так показываю во время работы индикаторы будут гореть и показывать остаточный заряд три индикатора горят полный заряд вставляем зарядное устройство в розетку загорается загорается светодиод включаем к зарядке здесь у нас ничего не горит но светодиод начинает гореть красным значит идет заряд как зарядится полностью загорится зеленый загорится зеленый все просто ну все 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 показал собираем его а тут что вся сборка то вот она прикрутил и готово можно идти тестировать идем на улицу так я вам самое интересное забыл показать здесь вот такая на трубке пластиковая штучка есть хват с пазами и вот здесь с обоих сторон есть место куда его вставить это как бы система хранения вот так вот раз вставили и все чтобы он не валялся нигде то если вы там в сарайке у вас хранится дома там то вот удобно переносить не надо двумя руками держать и держится отлично ставится в любую сторону можно сюда можно сюда здесь маленько шланг мешает ну тоже ничего страшного по факту все простенько вот так вот сейчас вот покажу вам его как он работает в целом есть лямка скажем на плечо надели его и таскаете ну и работать им вот одной рукой вторая у вас свободная на плече висит не мешает ну и наливаете хотите вам надо много полный наливаете не надо полный не наливаете ну и все первый пуск ох все в камеру полетело сопло регулируется распыл вплоть до тумана что вообще и нужно можно струйку делать просто открываете закрываете вот можно сказать максимум затянул ну все оно как туман пыль идет не знаю видно не видно будет на камеру ну сейчас я уже весь скоро как в тумане буду мокрый вот его его ветер ветер даже раздувает полностью сейчас попробую вам от камеры показать как распыляет вот это струйкой затягиваете затягиваете и начинается распыл ну его даже он можно сказать практически не видно на камеру ну как туман идет сейчас ветер дует хорошо хоть только только в основном все в камеру дует только в основном все в камеру дует так и и и и и и и напор воды напор воды полив все попробую все вся камера уже в воде ветер на камеру дует ну распыл хороший что что из интересного вот вы кнопку включили вот он давление нагнал и он выключился как только вы нажимаете ну пользоваться им сейчас покажу он включается на отпустили он выключился вот прям хорошо это слышно я сейчас попробую показать на микрофон вот выключено нажимаем загудел сейчас отпущу он выключится все сам перестал работать знаете как вот как эти мойки для автомобилей там керхеры и так далее всякие бренды вот принцип тот же самый мини моек как говорится пистолет нажатый насос работает пистолет отпустили насос не работает вообще удобно автоматически получается там стоит значит клапан давления который отсекает электро насос значит уже насос не сильно простой с доработкой ну и покажу сейчас вот как на стене это вот струйка а сейчас распыление вот распыление оно даже высыхает сразу на стене что настолько мелкая получается капли как туман даже не видно вот это полностью вытянутая трубка трубка дальше она не вытягивается ну в целом расстояние вытянутой руки плюс там 68 по-моему сантиметров в длину на высоту то до двух двух с половиной трех метров смело можно будет какие-то деревья опрыскать легко даже это не и не видно как она распрыскивает вот сейчас переверну камеру в другую сторону опять ветер дует на камеру сейчас закидает ее ну вот распыл хороший идет опять всю камеру залила в целом опрыскивать сад огород вообще будет отлично стулька распыл и проведем итог данного обзора с полужара после теста я весь мокрый камера сырая микрофоны мокрые здесь ничего не коротнет в целом вещь отличная в плане удобства работать удобно я даже специально не выключал распыл работает отлично трубки толстые не тоненькие не как фольга прям такие серьезные работать удобно индикация заряда показывает включается и выключается сам во время работы вот сейчас в сторону на пол полью в гараже струйкой заработал насос выключился насос все просто регулятор давления отключает насос значит есть там какой-то клапан распыл распыл струи отличный здесь по идее в гараже ветра нету ну вот смотрите все пошел распыл как облако туман распыляет отлично что еще надо для садоводов огородников этого предостаточно чтобы обрабатывать деревья кусты там какие-то маленькие саженцы которые ну периодически обрабатывают от всяких вредителей и так далее объем небольшой он как не как рюкзак идет потому что объем бака всего 5 литров он как ранец легко одевается на бок ну я вам в тесте все показал целом вещь интересная тем более не надо так скажем современные технологии дошли из того что вам уже не надо ходить там какую-то бочку ручную накачивать там распылять опять накачивать распылять ранятся на плечо нажали и пошли как говорится орошать что вам надо в качестве сборки претензий нет все хорошо все собрано все что мог я вам показал в целом вещь сезонная на огороде в саду вам пригодится на этом можно заканчивать обзор всем хорошего настроения удачи и будьте добрее что вам нужно все 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 в все 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 Продолжение следует...